Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают 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 быть пламенным на совершение добра, ревностным против зла и кротким к совершающим зло. Ибо должно ненавидеть зло, а не делающего зло. Всего нужно лечить, ибо он страдает. Делать зло то и значит, чтобы быть смущенным от лукавого и страдать злобой. Вода означает благодать Духа, как учит евангелист Иоанн, а кувшин – удовосокрушимость и размягчимость сердца. Ибо принимающий духовную благодать бывает смирен и сокрушен сердцем, а смиренным Господь дает благодать. Иакова 4,6. Сознавая себя землей и пеплом и говоря с веру, ты как Глимал делал у меня ее в 10 дней, он будет носить благодать Духа в удобо-разломимом и удобо-сокрушимом сосуде сердца своего. Горница – это есть высокое помещение ума, то есть божественные, духовные предметы, среди которых он живет и обращается с любовью. Они убраны, и во них нет ничего сурового. Но и кривое для такой ума делается путем правым, как и Соломон сказал. «Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Притча 8,9. Вы участвуете в этом. Разбор Слова Божия. Написано «Исследуйте Писание». У нас везде надписи. Евангелие Отечественное 5,39. «Исследуйте Писание». А если его нету, как исследовать? В церкви всегда это считалось. Патриарх был, епископы были, митрополиты, священники, диаконы, щецы и подиаконы, иеромонахи. Все было. И все это слова считали, а Слова Божия нету. Ну как это можно не видеть? Человек живет чем хлебом? А как? В зиму крыши не одного куска хлеба нет. Идут смены правителей, войны. «Исследуйте Писание, за что я вас наказываю». Писания нету. Человек даже услышит церковь. «Исследуйте Писание». А что это такое? Ни одного Евангелия, ни одной Библии в народе не было. Вообще. Ведь это не просто так, а бурно развивающаяся страна, которая вышла на мировую арену. Ежегодно в России пребывала, в 13-м году уже была, 3-5 миллионов каждый год. Представь, 10 лет прошло, почти 50 миллионов уменьшилось население. И новые люди рождались, в школе учили, предметы преподавали. Ломоносов всю грамоту постиг, только Европа могла дать. Наконец все закончил, ему учить надо. Все вместе в Европе ученые не открыли то, что своим современникам открыл Михаил Васильевич Ломоносов. Но ни разу Евгений говорит по Слову Божию. Весь мир знает, Кушкин Александр Сергеевич, талант. Пишет сказки о старике, там и рыбке, там и... Все пишет, капитанскую дождь. Слови Божию вообще нет ничего. Но мы сегодня давайте взглянем туда, в эту тьму беспрорудную. Как и революцией-то было не быть. Я говорю, сколько лет я искал причину, почему не давали народу. И наконец-то шел у Филарета, в театр, там. Он прямо к императору пришел, когда уже готовили переводить. Он говорит, не вздумайте, в стране революции сразу будет. Ни Ленина не надо, ни Гитлера. Евангелие даст революцию. Люди поймут, а что же мы делали? За кем шли? За тех попов неведен, наверное, стрелять надо. Они поколение за поколением людей в ад толкали. Господь говорит, следуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Через них. А они, Писание я, свидетельствуют о мне. Значит, о Христе ничего не знали. Я считал, пока в Евангелие не попало, что Богородица выше Христа. Она мать. Но это естественно. Я приходя, две смешки покупал и ставил Христу и Богородице. А виноваты все живи проклятые. Али Христа распяли. Это, я нисколько не отставал от мнений народа, это обучили. И сегодня это положение, это не лучшее. Евангелие-то есть, а оно лежит. Представьте, президент такие слова говорил. Я сегодня прочитал раз-другой. Действительно. Что у нас, говорит, проблемы экономические, социальные, не хватает денег, там войны. Все решает исполнение заповедей Иисуса Христа. Путин, Владимир Владимирович. Поэтому, говорит, надо обратиться к заповедям, к учению Иисуса Христа. Это ни один царь не говорил. Если к учению, значит, надо дать, вот сейчас эта красная корочка, чтение Евангелия, так. Буквально наполнили всю страну. Лет-пять назад меня спрашивают, ну, вы знаете это. А если бы сейчас патриарху вас поставили, вы бы что сделали? Я говорю, первое дело, прекратить строительство храмов. Часовы. Монастырей. Рассчитаться с долгами, в которые завезли. Деньги-то берут где-то. И все деньги бросить на издание Библии, новых заветок и раздавать в народе. Начинать учить. Буквально через пять лет началось это. Так они у вас просчитали. Понятия не имею. И вот давайте думать так. Это сказал Иисус Христос, придя к еврейскому народу. Исследуйте Писание. А они сами-то имели или нет? Господь сказал это евреям. Но евреи-то имели в народе Писание это. Когда мы считаем, это было еще раньше, они деньги собирали, а деньги-то не такие, а ящики. Большие ящики стояли. Ну, как мусорные ящики у нас. И туда кидали золото, серебро, брошки, серьги, там что. А когда строят начали, начали выгребать. Ну, ветер-то, наверное, дул-надул, там листья тополевые, там, кленовые. Дальше стали рыть, и вдруг находят там свиток лежит. Свиток-то стали считать-то. В ужас пришли. Бог говорит, накажу ее вас. Я убью детей ваших. От голода детей съедать будете. Испугался народ. Пошли пророчицы. А она говорит, так и будет, как написано. Тогда избрали из себя людей и пошли к царю. Царь. Мы свиток нашли. То есть во всей стране, я думаю, экземпляра не было. Один забавенный экземпляр лежал. Это нам говорит Святая Библия. И когда стали считать, царь, наверное, так а что же мы делаем-то? Мы каждый день привлекаем гнев Божий. А жертвы приносят, а баранов колют. Причащаются люди. Самое главное – причащаться. Тебе грехи прощаются. Нигде в Писании нет этого даже слова, что причащаться грехи прощаются. Нет вообще даже намека. Это силу дает жизнь. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни. Ну почему он некоторым, ну а если старый, оценивается, поп пригрозил, будете ходить, отлучил от причастия. И молодые люди рождаются, они с этим страхом. Из людей тараканов сделали. Он как огня боится этого. Что он живет не по Евангелию, не любит Слово Божие, а это ни в какой-то счет не идет. Главное, чтобы ты ни с кем не встречался с никодьянами, а они гнали наши. Все. Ты вопрос за вопросом задавай и пододвиги тому, Господи, да какой же я счастливый. У меня есть Слово Божие, да с толкованием, да разъясненным все, сердце наполни светом благодарения. Не просто пришел, а дремал и ушел домой. Я же вижу, приходят и клюют носом. Так это не все. Давайте в то время придем. Еврея, а еврейская страна была окружена чем? Да. Рим захватил весь мир. Рим. Это все просмещение. Все дороги ведут в Рим. Откуда бы ни шел, с Великобританией, с Иди, все дороги ведут в Рим. А у русских язык до Киева доведет. Там монастыри. А это... А Киеве ни слова в Библии нет. А провела Рим. Много написано. Много. И у них были законы. Римские законы были самые хорошие в мире, самые справедливые в то время. И другие народы срисовывали. И когда написано в книге Маковейской, еврейские узнали, ученые там, кто там у них были, что у евреев вот такой порядок, кто с ними союз заключает, они помогают, когда на него нападают, как они делятся всем. И решили, пойдемте вместе с ними союз заключим. Так вот, а римское право вошло в конституции всех стран мира. А вы думаете, что ничего не надо. Уже все есть. Конституцию-то шлифуют. А там написано, как избирают. А президенты избирают, а у них там не по наследству. Нет. Так вот мы говорим, если в евреях, которые были покорены Римом, нашли Слово Божие, а оно было, и, видимо, уже переписывали, то определенно и четко речь шла о том, что Писание знает. Когда подошел один и стал говорить, ну вот то, и 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 то. Я хотел бы совершенно быть. Христос говорит, как считаешь? Как слушаешь? Он мог сказать, как он читает и как слушает. То есть Евангелие уже было. Не Евангелие, а Ветхий Завет Тора. Они уже знали. А у Рима? Ну, у Рима закон. Там все библиотеки мира стянули. Где, спроси, в школе сегодня? Нету. А закон, данный Богом, еврейный, расцвел во всем мире. Мусульманство на нем стоит. Это мы говорим, а, и мусульмане там завоевывают, они там еще нет. Так это Моисей Второй. Моисей ни у кого не уговаривал. Он прорубал город. Взять. Мальчика всех в едино в люльки зарезать. Это в Библии написано. Если женщина беременна, пополам разумбить. Если она проверили, гинеколог, она не девушка, туда же. И взять, может быть, которую девственно сохранили. Закон был очень суров. Это евреи. И дали религию какую? Нам, христианам, веру. Мы там, Ветхий Завет считаем. Мусульманство, иудейство. Три мировые религии из одного народа вышли. Понятно, что это особый народ. Особый. В 2896 нации насчитывали. Сегодня языков почти 7 тысяч нашли уже. Но Бог избрал один народ. И те народы, которые писали клинописи на глиняной дощечке, глиняной, там их обжигали, они, на это ли сейчас, в раскопках-то, по ним никто не живет. Живут все, вот, сюда смотрят. Даже народы, которые, как Китай, не знают Евангелие, они очень быстро обращаются, считая это. В Китае сейчас уже больше, говорит, 50 миллионов обратилось в христианство. А там суровые законы на них. Больше и больше в Японии, в Корее, там вообще казнят за это. Почему? Бог открывает. И думать, что это учение такое, как все, нет. Господь говорит, кто хочет творить волю мою, тот узнает. От себя ли я говорю? Кто творит волю. Понимаете? Ну, если творить волю Божьей, да как знать? А я хочу творить волю Ленина. Ну, бери книги, читай. Я этим занимался. Там сколько-то, 55 домов. Я сегодня не посчитаю. Все человеческое, временное. Это ушло. Тут он с Василием спорил. Тут это. Это нигде нельзя примирить. Хорошее учение было у Гитлера. Майнкап. Для них хорошее. Нацизм. Хотя считается, более страшного и не было. Начали исполнять. Пришли к краху. И сегодня в Германии везде по строжайшим запретам. Даже знаки, свастику показывает преступник. Вот сейчас начни так, приветствуется. Тебя арестуют. Но это самый гениальный человек в то время был Гитлер. Проиграл. Значит, не от Бога. Мы так любое учение будем проверять, и мы увидим не от Бога. Начал творить волю Божию, и ты увидел прощение. Врагов нет. Молитесь за обижающих вас. И Господь что говорит? Начни исполнять эту вещь. У людей это невыполнимо. Нет. Самое простое мне слово возьми. Но человек маленько опоздал. Поздновато родился. Поздновато в школу пошел. Ну и так, такое все это. Примени к себе. Вот это от меня родиться не зависело, а вот здесь зависело. Почему я везде опаздываю? Даже на это занятие иду, опоздаю. Хоть на минуту. В храм приду, хоть на 7 минут, опоздаю. А Слово Божие говорит горе им, опоздавшим. Горе. И ты сразу подберешь под себя, ну, ой-ой-ой. А если я опоздал? Двери затворились. И тогда будете скучать, пусти, и скажут, никогда не знал вас. Написано? Так вот, это все закладывается сегодня. Без совета дело расстроится. Дальше только сказали, что первый ушел батюшка. Почему ушел? Заболел. Никому не сказал. А мне сразу, почему батюшка ушел? Ну, почему? Ну, потом узнать. Так, ну, он должен знать. Я ему сейчас и скажу это. А кто это говорит? Подошел Игорь? Вопрос очень серьезный. У нас Устав запрещает продавать то, что здесь даровато, ну, проще. Он говорит, урожай не год на траву. Я посмотрел у Жени. У него за 5 лет не скормили. Почему ему не продать, не разрешить? Это живая валюта. Я думаю, в Устав надо собраться в деревне. И сделать. Если все в деревне заготовили, остается еще заготовить, чтобы разрешили продавать. Ну, продает же зерно с этой же самой земли. Грешку продает, горох продает. А почему себя не продать? Это его труд. А по закону у нас, по Уставу, не разрешается. Но закон не выше человека. Закон дан для человека. Поэтому, вот вы соберитесь, в первую очередь, имеющая скотину-то, и скажите, в такие годы богатые, когда все заготовили, и заготовите еще больше. К вам приедут издалека. Назначить цену, узнаете, какая на рыбке. Приехали, взяли. Ты за день тюк можешь получить там 1800 или 2000. А у него накатался сколько? Не опоздайте. Это они подошли, спрашивают Игорь Барабаш. Я говорю, резонно. Евангелие позволяет нам, да, от своих трудов, от своих рук, было бы из чего уделять нуждающимся. Это не против Евангелия, но против Устава. Не опоздайте, пока под дождями не сгнило. В любом вопросе, как говорит Библия, горе опоздавшим. Не опоздай в храм. Зачем в житиях написано? Первый приходил в храм. Вот говорят о Серафии Мясорогском, там, Иоанне Крашасском. Первый приходил в храм. Нет, я одну минуту опоздаю. Хоть одну, хоть полминуты опоздаю. Страха Божия нет, а без страха Божия вообще ничего нет. Вот мы и подошли. Во-первых, мы видели богоизбранность народа. Как они сохранили все, что сказано было, переписано. А тогда было разные государства много. Никто не сохранил. Кельты не сохранили. Мы славяне. Даже письменность не знает, какая была. А то мы славяне. А где у нас славянство? Да мы уничтожили. Кто? Еврейские вот эти писали и уничтожали. Все отбирали, сжигали. Они закапывали их. Их ссылали. И возвращались. Они искали под тем дубом, где залили. Они только старались прижать себе этот свитер и унести в плен. Чистый закон, святая связь с Богом. Они помогут мне выйти из плена. А у нас что первое дело взять? Ну если деньги есть, деньги взять, это понятно. И в то время уже это избрание сказывалось на этом богоизненном народе. Они сохранили для нас Слово Божие. Сохранили непобежденных. Ты считай вот это. Прямо туда проликли, ту историю. А где бы я был? Господь послал. И никто не сказал, а что это? Вот сейчас у тебя машина открыта, кто-то садится. Ты просто что делаешь? А это Господу нужно. Ты что? Да ты его с собаками вытекнешь оттуда и все. А сказали для Господа сразу руки назад. Да Господь сказал. Но они не приватизировали этих ослеп, а они вернули. Но в данный момент он требуется. Для Господа нужен. Для Господа пожалуйста. Понимаете, это национальный культ поклонения и любовь, ненавому Богу. Наша жена преклонилась к тебе спит и говорит, знаешь, а вот там Бог другой есть. Вау, пойдем. Сразу отшадись от ее, да не пощадить ее, рука твоя. Завтра, чтобы она стояла на коленях там. И к вечеру она не должна жить. Вот как ревновал народ Божий. Это запечатлено в Святой Библии. Считай это, мы должны знать. Куда бы нас ни потянули, в какую секту. Нет. Бог даровал православие. И попытка реформировать православие, это очень хорошо. Но почему все заканчивается так печально? Я все время смотрю их, которые реформаторы. Начинают, ну, по-русски понятно. Давайте проповедуем. Констольные статургии как сгорели. Татургия неприкосновенная. Я исследовал все эти учения, какие-то. Неприкосновенные. Давайте вот так сделаем. Давайте вот так, что договорились. Алтар от народа-то так не было. В Киеве у них вот такой вот высоты только. В Перильске больше ничего нету. Священники там где, архиереи сидят. Престол, все на виду. А так не Асфальдимир так привез. А то потом уже с дубовыми иконами отгородились. Ну и пускай так будет. Но надо знать. С благоговением дьякон выносит Евангелие, кричит. Ну, здорово. А что там под крышкой-то, никто не знает. Вы думаете, везде собирается, Словом Божьим занимается, изучает? Ничуть. Мне по сей день непонятно. Живут в Потеряевке и ездят куда-то отдыхать. Я вообще... У меня нету клеток, чтобы понять. Куда ехать? Люди, приезжай вчера. Приезжала у Алептина, Панфилеевна. Тут сестра краснородная, да? Там очень похоже на нее. Так она говорит, я поняла. А тут бабкам надо внущат забирать, а потеряет, уехать. Ну, некая не поверит, скажет, она может баптистка. Она сказала это. Да больше лучшего места даже придумать нельзя. Самый лучший отдых с детьми, на логине природы, говорит, так, в Златоуз. Поедут в эту дыру, в горный Алтай. Все шаманы мира туда едут. Доездитесь. Бог отлопит. Наклюкает вам по затылку оттуда. Вон на юбан, пойди в палатку поставь, там сиди. Неделю. Воды с собой набери. Квас тут уже на приготовить безградусного. Ревности нету. И едут. Опять же где? Поехали отдыхать. Куда отдыхать? Среди чужих людей. Да лучше до отдыха. Ну все у тебя есть. Поехали на фото. Килю, он гороху на армии дает. Он разрешает. И ягоду всякую. Они сидят в ведро малины показывают. Малины набрали. И в нынешний малинный год. Так клубники еще раньше отец, говорит, приезжал, набирали. Я поеду отдыхать. Я ни одного дня за жизнь не ездил. Даже на одну секунду мысли такая не было. Я поеду отдыхать. Да как это отдыхать? Ну в течение года два дня меняете место жительства. У нас отец не ездил. Мама не ездила, баба не ездила, деда не ездил. Никто не ездил. Никто не ездил. Ну как не ездил. Мама сну ездила. Мама в риге была. К сыновьям не отдыхать. О! Он как? К сыновьям пошла. Я тебя отдохнула. Она отдохнула, мать. Ты знаешь, как Самуил-то ей ответил. Мать, говорит, огорчилась. Она говорит, ты сразу домой. Знаешь, говорит, тихо, она же ударит, говорит, снесла. А когда сын сказал, прям внутри все горит. Страна славы, она все домой поехала. А он что, выпнул там, прятал, что-то ей не ладно. Мария Егоровна подошла и говорит, его же Самуил он. Она говорит, Сеня, Сеня. А мамка сидит, она открыл на дереве и говорит, Самуил. А у мамки канонник лежал, деревянный же. А Самуил-то эту книгу взял-то и Марии Егоровне, жене, и ахнул. Мамка обиделась, вышла на скамейку возле подъезда, говорит, Пусть зайдет и меня уговорит, скажет, мам, что ты? А Мария Егоровна, говорит, мам, даже не подумали. А я говорю, за что успею? А утром встал, на Рогожское кладбище увез. Она ночевала, потом приехал, забрал ее вся. Не любился выехать. Объясни, что Рогожское кладбище. Люди, у меня не знают, скажут, что на кладбище увез. Утолок, мать. Ну ты сказала, он увез ее, говорит, на Рогожское кладбище. А люди-то кто знают на кладбище, увез, мать? Старобрядка. Это центр Старопянница, там так называется место. Рогожский поселок. Да. Одесса приехал, это Аким, это просто Аким был. И вот это двухэтажное деревянное здание. А уллллоги-то какие были? Вот он до поворота дошел, на второй лист поднялся оттуда. Тьфу, любил-то, чтобы я сюда приехал. У Сабуила побыл еще, встал, глаза пущу. А он петушок поет, гусель огочит. Он поехал мне отдыхать, попроведать детей. Но это естественно и понятно. И вернулся с огорчением и там, и там. Ко мне приехал, только заходить, собачонка выслушала. А что она лает? Я ей по-возьмите кирпича проглажу. Профугую, говорю. Я говорю, она никого не трогает. Она такая, она в комнату и отпал, как кошка. И вот за день она ребенка укусила. Вот как. Отец очень хорошо понимал эту природу. Бас, в шахте где-то был. Один раз спустили, говорит, туда, он посмотрел. Где-то на работу надо было, да. Больше никогда не пошел. Ни света, ни медаль, пыли одна. А тут я на свободе хожу. Идут наши деревенские, верующие, едут отдыхать. Между делом, если бы вы поехали в соседнее село, на благовестие, тут понятно. А которые едут отдыхать, как правило, на благовестие не ездят. Потом, когда едете, говорите, мы на благовестие. Это связано. Мы много ездили, но у нас везде было благовестие. 600 городов и все. Давай. До гробщих считаю. Ибо верующий должен быть пламенным на совершение добра, ревностным против зла и кротким к совершающим зло. Мы не смерти просим ничего, а сокруши города Сармана. И обрати его, Господи. Дай ему смиренный дух Евангелия. Вот на меня нападает, который, я так каждый день молюсь, я смерти ему не прошу. Не отпусти его из жизни без покаяния. Что он делает? Он привык делать так, у меня какая-то власть. Так вы, я говорю, мизерная, малюсенькая власть-то, малюпусенькая. В данный момент нападают. Ему бы путями разрушить ее влаги. Зачем ему это надо? Ну а другие подумают, я слабый. Наоборот, это винище твое, что ты вовремя одумался и отошел. Если на этой неделе приедет председатель Совета здесь, чтобы по гостям провести, и под своими глазами, чтобы она увидела. Ну почему? Пускай сначала... Я вчера с ней разговаривал по телефону. Я звать Людмила Алексеевна. А я говорю, двое суток уже дома нет там все. А то к прокурору, то куда ее? Я говорю, тискай, на ковер, как называют. Чтобы любому путям я прислал предозревать и все сломали. Зачем ему надо? Никто не может ответить, ни один человек. Все травой заросло, трава, вот под глаза пройди нельзя. И земли мало. Ему не земля нужна. Ему нужны развалины. Кто-то сказал, и за это его ценят. Ты сама подумай. Вот сейчас напечатали. Зачем депутатам назначили пенсию 450 тысяч? Когда прожиточный минимум пенсии на 9 тысяч? Зачем? Этот вопрос один вопрос, я не понимал, когда был в тюрьме. Теперь я понимаю. От таких денег никто не откажется. Любое решение они проголосуют. 450 тысяч. А сегодня по 1,5 миллиона, по 3 миллиона в месяц получают. А он ничего не знает. Лишь бы только пришел спить, а когда нужен кнопку надавить. Даже руку поднимать не надо. Любое решение. Депутаты. Депутаты. Президенту, а я при чем депутаты, я подчиняюсь им. Вот сейчас решил сделать аммистию. 185 тысяч преступников выпускают. Что они исправились? Нет. А почему депутаты проголосовали? А кто, какие там общники положили деньги, мы разве знаем? Когда обнаруживают, сколько у него? На 2 миллиарда сформал. Миллиарда. Не миллиона. Осудили его министра обороны? Сердюкова нет. Виновата Васильева. Васильева посадили. Депутаты проголосовали. Освободить. А одна главная виновница. Освободили. Она скрылась. Сегодня никто не знает, где судить никого. А торговали еще десятиэтажными зданиями военного министерства, которые сдали. Миллиарды. А я не при чем тут проголосовали депутаты. Депутаты. Решение судья. Решение никто не отменяет. Депутаты все отменяют. 185 тысяч. Дело отменили сразу. Ну, 450 тысяч в пенсии. Может быть, ошибка какая-то. Не знаю я. Куда это? Такого не было. Приняли решение. Депутаты проголосовали. А у меня 7 тысяч. Я себя чувствую очень богато. Приезжают люди. Это все подарки. Хватает тебе? Хватает. Пускай нам хоть 500 получали. Давай. Нам этого хватит. Мы говорим о Свете Евангелем. Какую пасху запарить? И здесь говорит об этом. Чтобы наша жизнь была пресной, без греха. Наши деды, отцы, вообще не получали ни пенсии. Работали круглыми, считай, сутками. Без выходных, без отпусков в полхозе. И ничего не получали. И никогда не слышал, чтобы отец раптал. О, какая это жизнь. Бесплатно работали. Так работали как? По 18 часов в сутки. А мы не ездили. А куда вы поедете? Паспорта-то стали давать в 60-м году только в деревню. Да не было паспортов. Куда вы едете в деревню? Без денег, без паспорта. Куда ты поедете? Вот и не ездили никуда. Да у них и в мыслях не было, даже если бы деньги были. Да, что-то купить и ищут из-под курица в магазине, если бы отаваривали. Ничего не было? Яйца-то надо было сдавать. И люди как-то... Яйца нельзя было съесть. Нет, ну, в плату и плату. Ну, если бы. Ну, давай, ну, слушай внимательно. Евангелие от Луки, 22 глава, 13-го по 20-й стихи. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили паспорт. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И взяв чашу и, благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет в Царствие Божие». И взяв хлеб, и, возблагодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерин, говоря, «Сия чаша и весь новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Толкование. Пасху ели стоя. Как же о Господе говорится, что он возлек? Говорят, что, съев законную Пасху, возлекли уже после, по общему обыкновению, то есть прочие какие-нибудь явства. Я очень желал есть с вами сию Пасху, потому что в ней я имею преподать вам великие таинства, таинства Нового Завета. Сим, он показывает, что он добровольно будет страдать, ибо ему, так как он знал о предстоящих страданиях, без сомнения можно было бы уклониться от оных, подобно тому, как и в предшествовавшее время. Евангелие Трана 8, 59. Слова «не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие», некоторые из святых разумели так, пока не воскресли. «Ибо после воскресения, обращаясь с учениками, он ел и пил с ними, как и Петр говорит Корнилию, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых». Деялья 10, 41. Что воскресение есть Царствие Божие, это очевидно, «Ибо воскресение есть разрушение смерти». Смерть царствовала от Адама до Христа. А с того времени разрушенная, она уступила победу и царство Господу, как сказано. Смерть, где твоя победа? Остер 13, 15. И Давид говорит, «Господь царствует». Псалом 92, 1. Исайя 63, 1. «Иные же под Царствием Божиим разумели будущее состояние, а под питьем Господа с нами в будущем веке окровение им тайн. Ибо Он человеколюбец, радуя нас, сам радуется, и питая нас, сам питается, и наше питье, питье и пищу, то есть учение, вменяя пищу себе. Итак, Он будет тогда пить некоторое новое питье с достойными, открывая им всегда нечто новое и необычайное. Когда был дан Ветхий закон, то печатью употреблена была кровь неразумных животных. Исход 24, 58. «А ныне, когда Бог, Слово, стал человеком, новый завет для нас запечатлевается его кровью». Словами, которая за вас предается и которая за вас проливается, не то показывает, что тело его предано и кровь его проливается за одних, только апостолов, но за весь род человеческий. Итак, когда говорит «за вас предается», ты понимаешь, за ваш род человеческий. «Древняя Пасха совершалась во избавлении от рабства египетского, и кровь Агнца проливалась за сохранение первенца. А Новая Пасха – во оставление грехов и в сохранение помыслов, назначенных и посвященных Богу. Прежде предается хлеб, а потом чаша, ибо прежде бывает деятельность трудная и неудобо совершимая. Добродетели предшествует пот, подобно как и хлеб. Не только возделывается в поте лица, но и во время употребления требует трудов». Иисус 3.19. «Потом уже после трудов бывает радованием благодати Божией, что означается «чашей». Ибо кто потрубится в неудобо совершимой добродетели, тот впоследствии удостаивается в даровании и испытывает доброе опьянение, отрешаясь от мира сего. Вот все прослушали, только будьте себя, вы чувствуете, что-то у нас не так. Евангелие есть, и оно на первом месте. Но, однако, когда на практике начинают, на первом месте выходит другое, человеческое. И ничего нельзя сделать. Но вот сказали бы, а что защищенника опаснее? От причастия отключить? За какой грех, может быть даже ошибочно, не давать ему причастия? Или недостойного причастить? Но недостойный. Советская власть рассуждала так, чтобы один недостойный где-то не скрылся, лучше пусть 100 полетели. Щепки летят. Не так. А чтобы, допустим, два или три там шпиона, а остальные это неизвестно кто, пусть уж ладно, лишь бы этих не трогать. Этого нет, это перешел в церковь. Священник показывает, священник служил, а сейчас не служит. А почему? Проказа съела его. Так что с затылка, и у него виден был язык. Езенина. А за что? Незаконно отключалось причастие. Священники никогда это не считают. Как будто это нигде не было сказано. То есть это жития, написанное Дмитрием Ростовским, Дмитрий Ростовский канонизировал. Ну почему никто не знает, когда считают? А где это? И будут подражать, не будут. Почему это власть? Я тебе не дам кричать, ты издохтишь под забором. Тебя в рай не пустят. А безбожники это быстро поняли. Революция. Священник где-нибудь, как ему, где-то ночью не откроет, днем не заступят, отца с него стучат. Батюшка, матушка тут заболела, надо почистить. Священник ослепляет, явно стоит ему, простят. Но если он не причастит перед смертью, его измертнут. Он выходит, ему петлю на шею, и тут же повесили. А кто это делал? Рога. Рога, вот да, тогда уже Советский Ласк начала его искать, и измерили. Его выносит священник очень легко. Он не выйдет. Почищать надо умирать, он выйдет. Этого нет, и в учении вообще нет этого. Живет как попало. А теперь лишь бы ему рог открыть, зафиксировать и положить в рот. Все. Так и ребенка. Дрегается и не хочет. Все равно ему взрослый, там, рот разинул, там, задавит щеки, все, ищистили. А он вырастает безбожник безбожником. Откуда это пришло? Я считаю только одного, власти. Вот с священником, когда поговорим, я ему говорю, считай вообще нашим. Только считай, ты как считаешь, по Матвею или по Луки, он даже не знает. Правда, по Матвею. Прочитай по-русски, как он просчитал. Считай про это. Теперь давай, считай. Считай на память. А он на память читает так, как с разгона. Идет у него. А если он с разгона не получится, он всплывает. Сначала идет барьера так взять. Опять. Ибо Твое есть Царство Отца и Сына и Святого Духа. Эти слова зачем вставили? Молитва Христова? Христова. Молитва это молитва-молитва. Да. Слово Божие написано не прибавляет слова в его. Чтобы я не обречил тебя и ты не оказался лжецом. А учить лжецок возле Огненным. Как можно это было не видеть? На всех соборах, патриарх. Зачем вставили, когда молитва Господня? Да как хорошие слова. Саул очень хорошие хотели баранка принести. Бог сразу отверг его. Я сказал нещежить. Ну а я оставил для Бога в жертву. Бог жалеет, что царем тебя поставил. Воды нету. Господь Моисея говорит Богоизбранный. Человек Божий. Нет такого человека как Моисей. Бог сказал о нем. Кратчайший. Бог говорит вот эта скала подожди скажи скала дай Богу. Больше ничего не надо. Он говорит неужели из этой скалы там пять слов пришли было. И Бог сразу ему ответил и ты не войдешь в бетонную землю. Мы даже не понимаем как надо быть внимательным. Не прибавляя к словам его. Притча Соломона 30 глава 5 стих написано всякое слово Божие свято. Свято. Зачем мы прибавили? А ты знаешь когда? Никто не знает когда. Но я думаю где-то времен от страха передали. И батюш говорит не может. Я говорю прочитай как правильно он прочитал ну ты давай наизусть говори. И он отца святого Духа говорит зачем ты читаешь? Снова возвращается он ну считай он не может прочитать. Он наизусть заплетается именно на этих прибавках. Но мы сколько раз говорили слава Отцу и Сыну и Святому Духу зачем молитву это это молитва Иисуса. Его попросили он сказал не прибавляйте я что добавляю или что нет как Христа так и принимает но вы в верхах которые собираетесь там танцеварный зал танцуете что угодно храм Христа Спасителя 500 тысяч в день пол миллиона она говорит нечем отоплять зачем он нужен храм нечем отоплять сделать маленькую коморку мы должны во все вникнуть и сказать я не виновен но я не бунтуен я принимаю и страдаю мы не правы и нам сильно это не надо шелок и шаг показывать и вот здесь мы считаем причастие где-то сказал Христо Спойный причаститься не спасется нет ну откуда но если не будешь слова исполнять Господь говорит я не сужу вас плоть моя не сужу но слово которое я говорю оно будет судить вас об этом вообще народ не знает слово перед нами это конституция это уголовный кодекс по нему Бог будет раскладывать нас не по причастию а по причастию кто недостоин посещался вот это написано тот если пьет осуждение себе я сколько об этом кричу меня никто не слышит вам я знаю и всем это приятно почему не прочитать жития Макария великий это египетский александрийский рядом где же 19 января он не менее прочитаем и одному человеку открыто это не иметь и Ростовский одному написал а может быть сто раз видели люди причащаются с причастием а он видит как демоны толкают людям в рот уголь демоны а священник ловушка подает ничего нет в рот не попадает ангел незримый говорит ой относит в алтарь это все почему это скрыто понятно то есть даже здесь даже в нашей книге все еще шлифуют и убирают вот Матрону канонизируют Матрона московская как канонизируют а тут говорят которые знали ее еще а говорит она священника сильно отмечала ну это нельзя зачем география так это не она тогда вы канонизируете выдуманного человека сегодня материал мне скинули один говорит священник Андрей Качев может слышали такого и он говорит вот приходят и люди недовольны недовольны все недовольны с сыном запился недовольны с ногой гуляет ну все недовольны ну ладно к нам этот священник один там выступает священник это Мамо а дальше Габриэль Габриэль Угрузин это наш современник его сейчас преподобным отнесли и он прямо говорит поставили царису Тамару она у них канонизированная вы будете ее слушать а нам у нее порядок ладно певцы не такие но певцы у нас давлют ну ладно на худой случае там Федор Шаляков вы будете довольны но священник Николыч Инополис Николыч Инополис другими будет он какой был такой и будет он кое-кому слизяном это и попознят арию замахнул как шлепнуло его и все и он скажет служба то что полная была ночь а утром сходу говорит сраду и тюрьгия идет все рассыпались если нас теперь святых которые почитают а как приходят да вы пришли Николы нам чудо нужно вот такое дело да не некогда батюшка поскорее мне в Париж ехать надо поскорее мы пришли за чудесами а не за тем чтобы самим быть дивом Божиим чтобы у нас Христос отобразился и он разбирает по частям святых а их нам прислали мы будем наслушать или нет и уже говорили через дни или две полетят записки в патриархию уберите батюшку он злой он недобрый а это Николыч Ротворец из его миократии берут примеры и ни один у нас не удержится почему она с собой не работает мы под себя подгоняем все я о чем сейчас сказал почему Махария Александрий Иску нигде нет Андрея Еродиевы Еродиевы щят на России вся Еродиевая Русь хоронят человека со святыми упокоят это как кодила тут священники идут а он в это время видит демона куча хлюкает свистят пеплом сыпет на этого человека вонющее водой брызгает на него будьте вы проклятые христиане человека повинов во всех бедах вы в рай толкаете а он уже душ ее вынимает сатана вы оттащили это в житиях я открываю какую-то тайну жития опять патриархии сдала 12 там обстоят но вы дайте людям и сказать ну как опасно доверяться не не слово божьем а как вы хотите как есть так и есть никакой реформы вот мы добились малым путем этого достаточно нам надо крепко держать пошли дальше евангелия из луки 22 глава 21 по 26 стихи и вот рука предающего меня со мною за столом впрочем сын человеческий идет по предназначению но горе тому человеку которому он предается и они начали спрашивать друг друга кто бы из них был который это сделает был же и спор между ними кто из них должен почитаться больше он же сказал цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются а вы не так но кто из вас больше будь как меньший и начальствующий как служащий ибо кто больше возлежащих или служащих не возлежащий ли а я посреди вас как служащий но горе тому человеку которому он предается толкование хотя ему Христу предназначено пострадать но ты зачем оказался так зол что решился предать его зато и достанется тебе будел горе что ты оказался склонным на предательство так как и зми проклят за то что он послужил орудием поздних дьявола вероятно один из них говорил другому ты хочешь предать а все опять тому нет ты хочешь предать отсюда перешли к тому что начали говорить а я лучше а я больше и подобное именно в то время как он все хорошо я громко читаю если я которому поклоняется вся ангельская и разумная тварь служу посреди вас то как вы осмеливаетесь думать о себе много и спорить о первенстве так ну считай хорошо вопрос посчитай вопрос как можно соотнести эти стихи ведь они были написаны в Ветхом Завете исход 20-13 не убивай а во многих других местах повелевалось предавать смерти исход 21-15 кто ударит отца своего или свою мать того должно предать смерти мать а также 21-16 21-17 22-20 22-20 23-26 21-21-16 21-21-16 21-22-20 21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-22-20 Нарушение этого закона должна следовать смерти, все подписали за этим законом, а как эта смерть должна наступить, если не будет палача? Все понимают, что есть законодатель, есть исполнительная власть, есть тюрьмы, есть люди, которые совершают расстрелки. Убийство невинного человека и убийство виновного – это две совершенно разные вещи. Причем виновного в законе Господнем, под законом которого все евреи подписали. И повеление, и когда даже по зову сердца убивал прелюбодеев, Господь его за это не наказывал. Народ прописал, ты прелюбодеев в один подъем к законому. Это не было убийством. Это было наказание за грех. Справедливое наказание. Не было убийства, два мертвеца лежат. А что это было? От зубы. А как заняли, чтобы не грехли? Убийство и было убийство. Это убийство, не надо другими словами заменять. Он мертвый, все, убитый. Но теперь что? Его теперь должно убивать, как он убил. Написано, не убивай, не убивай. Кто убьет, подлежит сменке. И как тогда все друг друга переколосматят тогда еще? Лезет преступник. К тебе лезет. Через забор. Вся задача была, куда он упадет, на какой стороне забора. Если туда, ты убил. А если упал на эту сторону забора, у тебя там внутри, на твоей усадьбе, ты не виновен. Это как? Око за око. Выбил глаз, выбил. Ему же суд сшил, он сразу глаз вытворил, иди домой. Одноглазый. Зуб за зуб. Какой зуб? Зубило поставили, молотком вряд ли, вступай. Все, а что тебя кормить дырят? Око за око, зуб за зуб. Смерть за смерть. О! А когда по суду, это нищета, это убийство, но не вменялось в грех. Этим предохранялось от большего. Вот нам иногда кажется, если такие суровые законы, как в Чечне, там было у них это кровная месть, Солженицын подробно это описывает. Это позволило выстоять этой нации. Все знали, это не игрушка. Вот даже смотришь, там королёк птичка певчий, турецкий фильм такой хороший. Видела, да? Я спрошу, кто видел его? Многие видели. И она там, где была, у какого там служила, она выходит из-под лестницы, А то ее захватил. Она ему только слово одно сказала, а он, может, скрутил бы ее даже не. Он сразу отступил, руки опустил и отошел. Он уже готов и насилован. Никак. Она красавица и потянула его к себе. И никаких. Ты думаешь, что завтра будет? Все. Закон. Это не вменяем. Убийство оставалось убийством. Но убийство, узаконенное законом, узаконенное, принятое, оно не вменялось вину. Этим предохранялось от большего, от худшего, от вести самим собой. Нападает враг, значит, что? Поразить. Тогда Давид убил, так он же убил Галяв, вот это смерть, это расслабляется по сегодняшний день. Нападал враг. Родина в опасности, может потерять независимость. И одним камнем мне он расшипал башку-то и все. Убийство остается убийством. Но в то время не вменялось. Ненавидь врага твоего. Хотя такого закона и не было. А Господь всылается на него, значит, было. А я говорю, любите врагов ваши. Молитесь за обижающих. То есть, из того детского состояния, это детское состояние народа, он вывозит на совершенство. То есть, к тому совершенству, когда слава отцу и Сыну и Святому Духу. Там смерти не будет. В вечности. И мы должны на это построиться. Вот я сейчас говорил про Николу Чудотворство, Марию-то там по зубам съездил-то. Так ведь епископы его осудили. Он председатель собора. Его сразу сняли. А дальше он православный. И велась Божья Матерь, якобы, и сказала, не трожки его, за меня там наступился. Так можно что-то оправдать. Но присутствующие епископы, это 318 человек, его осудили. Но в Завете это не положено. А как? Прими, как Бог дал. По-вашему, что на твоих глазах будут насиловать, убивать, и ты будешь стоять? Но ты испытай. Испытай. Да ты знаешь, это как будет. Но ты не знаешь, я тебе расскажу, как было со мной. На моих глазах убивают его. Его убивают. Да я такой же, как он, одинаково в тюремной форме, в одном лагере. Его убивают. А на меня пришел приказ. Когда убивать меня, чтобы убрали, чтобы я сидел в красном уголке журнала не стал. Вот и все. Бог поставил защиту не от кого-то, а от КГБ. Они сделали знак. У меня бригадир Гавридов. Видели, приезжал гражданский-то? Это из-за вас приезжал из Жамбула. Сказал, чтобы пальцы не трогали. А ему знак дали. Здесь Москва дала. Понятно. А потом пришел указ, освободили раньше времени. Александр Иванович и ее тесте. Приговорили к расстрелу. А потом замели ими 25. Пять выставок и пять поражений в правах. 35 лет. Но через два года четыре месяца, говорит. Этот зверь скопытился. И его освободили. Я выражение это делал Солженицына. И что у вас там не били ни разу. Все предупредили. Со мной не разговаривают. А мне? А мне этого не говорили. Я мог сливым разговаривать. Он один пошел. Да. Пупайку надел. Не свое еще надо. На каждой пупайке написано. Там Лапкин или там Минаева. Его вызвали. Зачем? Не знаю. Потом приходит. Ой, отец. Бьют сильно. Чередком лопаты. Да ладно. Пупайка была. А потом. А там решетка такая мощная. И там снег идет. Раздевает до рубашки до утра. А ты никуда не выйдешь. Решетка посреди лагеря стоит. Под замоком все. А за что я с вами разговаривал? Подошел. И видишь, что я подошел. Тебе сказали? Так, а как? Я не знаю как. Вот понимаешь, что это как? Вот жалуются баптисты. Ивангелия отобрали. Все отобрали. Начальник идет. Рор, рор. Режим на оперативной работе. Перед ним все трясутся. Долунбай. Он меня увидал. Он перед этим, когда свалил, Динай бьет его закрещенную. А то нельзя руку шевелить. Ко мне. А уже еще руки опустил. Слушайте. Влад говорит, еще как пузырь надутый. У меня в карманах проспоры все. Я говорю, да у меня проспоры здесь. А там крысы сидят или люди утащат. Ну-ка вываляй. Ну в шапку. Я в шапку все из кармана вытащил. А туда внутренний счет я не мог положить. А там еще нету. Ладно, иди. Все. Так, и ты не думай, что он такой. Трусливый где-то. Вызвали, а там сидит курья, как раз, полетать дел. К слову сказать. Так, и крестишься везде. Больше не крестись. Режим. Я говорю, крестился и буду креститься. Так положено. Он вот так вот рукой раз. Скользко. Даже не более ударно. Как я там сразу на него скинулся. Дел по-своему. Так вы и по-славянски, оказывается, считаете. Вот как вы знаете. Пошел. Зачем по-славянски. Это ударило по-казахски. Но не ударил. Он так просто. Не получилось. А кто? Господь. Я за себя не заступался. Бог делает это. Меня с ножами останавливали преступники. И в это время один вышел. О! Да хотя тот, который нас тогда в вагоны воровали, спас-то. Не рассказал же ей это. Все. Сопровождать его. Это доктор Федор Гаас. Я не знаю, как правильно. С него было шубу сняли преступники. А когда узнали, что он-то за преступником везде заступался, они его, да прости нас, отец, шубу надели, да до дома проводили, чтобы никто не тронул. Я это испытал. А за себя наступался. Ну какой ты смелый не будь. Вон его дядя Миша был. Десантник. Зарезали. Помимо драки. А там парень там кровь с молоком. И так мы считаем. Вывод делаем. Спасение данных нам в руки. Как мы обратились. Любовь о себе искать не надо. Бог нас любит. Ни посильного не даст. 10.13.1 Коринфянам говорит. При умножении скорбей подаст облегчение. Так, чтобы вы могли перевести. Что там у нас? Две минуты. Я опять же на это вернусь. Как опасно играть своими словами перед Богом. Вот этого прислителя. Представьте. Его ничто не избавить не могло. С затылка видит язык. А за что? Недастойно отвечал. А священник, который недастойно допускал. Он тоже виновен. Но не надо забывать, что до причастия человек сам доходил. Не было этого. И как? Да и следует себя каждый сам. И тогда приступаем. Не священник его исповедовал. Люди стояли. Вот это пишет не кто-то там. Муначарский. Министр посвящения в Ленинском правительстве. К Яму Кронштадтскому. Прибыл до Кронштадта. Тот стоит, кричит. Я купец. Купец. Я износил. Он дождь свою. Падаю. Падаю. Борются. Открыто. Все было. Лизбой не это было. Но это он делал так. Ему открыто было. Допускал это участие. А сейчас Серафим Чичаков. И он канализирован. Метрополит. Он ушел на Керсть. Ему 77 лет что ли было. Пришли его на постель. Притащили в НКВД и расстреляли. Метрополит. Санкт-Петербургский. За что вроде бы два сына были делами официально. А уже время прошло столько. И вот он пишет. Иоанн Кронштадтский имел это дерзновение. Но он не сказал делай батюшка другой так. Ему открыто было. Но если это не так. То если святые там видят что делается на земле. Что эта общая исповедь дала. Что они сейчас подряд всех судятся. Он скольбит и плачет может быть об этом. Это он уже в Чичаге пишет серфин. Я верю в это. Это не пример подражания. А пример удивления. А многое на Кронштадтский. Это больше не было. Он как-то на одно собрание пришел. Клуб офицеров. Он танцует молодые. Он зачем туда? Все ему сказали. Приперся по пяре. Зачем ты пришел? А он встал к одному офицеру. А он подошел. Пойдем поговорим. Подошел. Ты когда в церкви был? Да-да-да. Ты приди церковь. Причастись. У тебя кончина. Реально совсем. Он не сказал. Я пришел. Причастился. На следующий день. Как-то у меня. К торгову открыто. Я насчитывал книгу про него. Она редко. Старлись 800. Там чудес вообще. Как за ним охотились эти враги. Как его избивали. Интересно. Его держали. Когда на пароходе. У меня свой пароход был. Там подвинем. А люди-то за бортом все усыпились. Там запор еще-то. А тогда было как. Колесо крутится. Бьет по воде. То есть место не может стронуться. Игрус. Да. А его где встречали. Там костры жгли. Люди собирались. Ждали. Когда утром придет. На крыше. Везде все было занято. Такая популярность. И делал многое. Он не так. Как нам принято. Про него что сказать. Дерзновение было. Он когда говорил. Говорит. Чаша. За вас кровь проливала. Но чаша звенела в руках у него. Женщина стоит. Что-то там. И так. Он ложкой в лоб. Сейчас сделает. А то батюшка берет себя. Все такое. Раскрой рот. Я насчитывал его. И это у него не считалось. Какая-то выходка. Это естественно. Так получалось. Поэтому сегодня. При счастье. Я говорил. Как-то здесь занятие. Самая страшная игра. Это в алтаре. При счастье мы играем. А я тебя не допущу. А за что ты меня допустишь. Вот у нас был Сергей и Инатар. Его сейчас отключили там. Все. А он пишет. Владыка. Ну почему народ-то ничего не понимает. Ну. Занятие бы надо вести. Люди-то совсем не знают. У гляда. Город. На украинника. И он все это пишет. Священникам. А они его там гвоздают. Как ты еретик. Ты сектант. Он говорит. А в чем я еретик сектант? Это правило говорит. Что крестить оно полное погружение. А не ладошкой мокрой. Крещеной. Ну. Украина. Католичная вся. А они на него. И теперь священник засчитывает. Что этот человек какой-то там. Знать с ним нельзя. Я это все испытал. Знаю. А он в чем виновен? Он говорит. Теперь я понял. Как факт угодно. Я только считал. А теперь меня со всех сторон окружили. Но я еще устоял. Все еще держатся. Народ не понимает. У пророка Захарии написано. У пророка Захарии написано. Цитирую. Касающийся вас. Слово вас подчеркнуто. Касается зеницы ока его. Большой буквы. О ком идет речь? О вас. Кто это? О народе Божьем. Который Бог уводит. Мы должны в это поверить. Мордой Ильяков Иванович. Кто он такой? Прокурор, который меня судит. Меня судили тогда. А прокурор что? В поговорке. Мало прокурор добавит. Прокурор не освобождает, а добавляет только. И он сидит все время. Брови мощные. Как у Брешина. И на меня так. Я там встал и говорю. Якоб Иванович. Еще вы на меня смотрите. Как ленин на буржуазию. Все равно же меня посадите. Ну давайте по хорошему расстанемся. Я еще не верну. Со мной же умер. Умер. Следователь. 53 года. Гаймари. Да какая это болезнь? Гаймари. Умер. Курят. Касающийся зеницы ока его. Господнего ока. Бог заступается за детей своих. Я ничего не делаю. Я ничего не могу сделать. Я доверяюсь Богу. И вот говорят. Падут. Придут. Китайцы. Зайдут. И на ваших глазах будут делать. А что ты сделаешь? Человек 10 зашли с автоматами. Я еще сделаю. Ну а врам что бы мог сделать? А он женой своей играл. Его им взяли к паровому. Она там будет уливая. Мне как будет хорошо. А златрос говорит. Ты египтяне знаешь какие злые. Они как звери. И что он мог сделать? У них сегодня бы его убили. А Бог заступился. Ему сон поразил. Показывает в кино. Все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все слуги. Все. Кашляет. А ему Бог открыл. Она его жена. Он сказал. Да как же ты же сказал сестра. Она мне двоюродная сестра. Ты такую беду на нас навел. На врам это. Сара взяли это. Это камень. Раствел. Камень это утроба женская омертвелая. Как златрос говорил. И надо довериться Богу. Да как что делал Исаак? У него колодцы от гора его новое копало. Он доверился Богу. Мы можем обращаться к власти. Павел говорит. Требуй суда Кесаря. Его уже никто не мог трогать. Правитель сразу все отошел. Сопроводительное. Поехал. В России так же было. Вот его взяли. Арестовали. И мы все виновим. Он кричит. Слава и дело. Все отступили. То есть он этим словами сказал. Меня может судить только царь. А также в фильме есть «Ярмак». Когда он закричал. Все. И он пошел к Ивану Грозову. А царь теперь решит. Жить тебе не жить. Как тебе? А кто за тебя заступится? Бог. Я вот молюсь сколько. Уже сколько недель. Ничего не сделали пока. А дальше будет видно. Уметь ждать. Слова Михаила Ивановича Кутузова. Отсидеться. Мы каждый день молимся. Я сижу. Посмотрю. Там. У Аналоя. Помолюсь. И домой. Может Бог даст приятель. Всех лет. Председатель тут по беседам. Она увидит. Может что-то скажет. Это уже. Она говорит. И под каким видом я разрушать не буду. А он ставит вопрос теперь. А ее соответствие своей должности. Может быть. Может быть. Ему любыми путями надо разрушить. Отпусти. Ну ладно. Я вам открою. Дай. Смотри. Левой. Слушай внимательно. Ты можешь вообразить такое. Что когда человек молится. И Бог ему отвечает. Ты веришь в это? Я верю. Я тебе могу показать шнурок. Который мне в змею превратился. Я лежу сплю. И во сне. Чувствую. По месту я ползел. По ноге. Я больше не закрываюсь. Я задел. Просто лежу и все. И попал. И зачем задел. Она ползет. Я проснулся. В окно вижу свет светит. Я потихоньку до вот этого прибора. Вот так приоткрываю его. И он засветил. Я лежу. Она в ногах у меня лежит. Уже я проснулся. Это уже не сновидение. Как она говорит. Видение. Черное. Вот так вот. Но не шевелится. Я поближе посмотрел. У меня ботинок нету. Откуда этот шнурок взялся? Шикарный толстый шнурок от ботинок. А дальше разговор. Я на маленькой стою и вдруг как засияло у меня. Ничего я не вижу. Подай суд на прокурора. Я когда сказал это здорово. Еще там будет. Севастян сказал. Говорит. Судить не будут его. Они ему подписку дадут. Все так как он сказал. Так и есть. Вчера звонит мне один. С города. Любовь Николаева вывела. Он. Астахов назвался. Я вас хорошо знаю. Я участвовал в вашей реабилитации. Там то другое. И вот. Какая помощь нужно. Нужно сейчас делать так. Вот туда подать бумаги. Вот туда. Вы меня только примите. Я сейчас начну делать. Я говорю. У нас есть. У меня зять. Этим занимаются. Не надо. Пока не надо. Подождать. Я все это разъяснил. Понимаешь. И в это время. Вообрази. Я просто. Рисую картину. Я вижу. А мои слова всегда. У Путина очень хорошие советники. Я это везде подчеркиваю. Я смотрю по его делам. Я не говорю. Он сильно хороший. Ну как есть. Мы молимся каждый день. Но у него советники хорошие. Они предвосхищают события. Не по уголькам будут. Когда случится то. Они вот раз. Ликвидировали. И больше ничего нету. Советники. Может даже. На зло. Он сохраняет мир. И они как-то вот слышали. Лагерь открывают. Где? Потеревают. О я фильм смотрел. Другой говорит. Смотрел фильмы. Как. Да то вы знаете кто начальник. Он называет меня. Он что придумал то. Тысячи лагерей построить в стране. А как. Лагерь сделать музеем. И туда люди уже приезжают. Теперь зарегистрированы. По всему миру будут знать. Как бедным людям прожить. И бьет лапки на то. Что в стране три миллиона беспризорных. Это все наши предприятия. Три миллиона граждан поднять на ноги. Такие лагеря образуют. Без помощи аллигатору. Вы это знаете? Нет. Ну а какая? Если это плохо. Надо смотреть дальше. Смотрите. У него конфликты с властью были? Были. Потому что там у него там вода не течет там. Не с того. Дерево. Разделочная доска. Привязывались? Ну. Да он печать подавил. За него коммунисты заступают. ЛДП все эти. Я подавал раньше. Все печатали. Там все время болтай. Вот так вот. Вот он на слуху все время. Так это хорошо или нет? Конечно. Это нежелательно. Ну. Никаких же результатов то не было. Дело в том что власти отступали от него. Он опять существовал. И в 45 лет. Вы дальше не смотрите. Что его фактически принудили закрыть лагерь. А вы не понимаете что им мешают дети. Он берет какие дети и ваших разве? Вы понимаете. Народ весь за него. В интернете. Посмотри. У него 21 миллион посещений. У меня. 21 миллион. 21 тысяча подписчиков. Другой ему говорит. Ты маленько дальше смотри. Ты видишь. В Румынии как. Папа взяли с одного места в другое. Перевели. А он не пошел. Спрятался. Народ забунтовал. Дальше начался. Второй приход пошел. Поставили полицию. Секуридаты там. Тайная полиция. А в это время армия поднялась. И этого. В чем шесть? Вместе с женой Еленой расстреляли. Переворот в стране был. Из-за чего? Вы понимаете, что он начал что-то делать Квачков Владимир Васильевич. Его армия вставали сети. Это мужчина все лет было накрутили. А на шляпе на арбалет только думал. Я говорю. Он поднять подстание хотел Путина снести. Путина кто касался все мертвые. Я могу перечислять. Так вот теперь смотри. Если это удастся сейчас. Мы дали указание там прокурору края. Прокурору района. Любыми путями убрать. Разводить. Если это не будет сделано. Зимой Лапкин все равно. Без регистрации. Уже сейчас ему советы дают юристы. Притом он не платит никому. О нем фильмы. О, фильмы там первое место на международной арене. Заняли у нас. И вот сейчас дамы указали. Любыми путями разрушить. А он говорит, что тысячи лагерей можно образовать в один год. Надо лидеров пройти только. А лидер он показывает 6 к 6 лидеров. Это школа настоящая. Вы понимаете какой. Он никакой власти не подчиняется. Ничего. Власть говорит. Надо. Он говорит. Главная причина. Дети здоровые. Вот и два причина. У него нет ни средств. А ему дают все время. Я же не себе подчеркиваю. Я не плачу ни за телефон. Не за что. Вот на телефон вчера проснулся. Мне 500 рублей кто-то накинул. К осени я прихожу. 7 тысяч. Я телефон отдаю. Они снимают у меня. Я отдаю ко мне. Кто-то придетишек много. К весне у меня опять 7 тысяч. Я еще ни в руках не заплатил. И он отдает. А это сильно людей к нему привлекает. Он ездил. Вы знаете. За одну поездку 440 тысяч на Белгоющее ушло. Мы боимся в Швеции. Нам скинули материал. Говорят. Вы машину бросаете. Сейчас переводим деньги. Покупаете такую же иномарку. И едете дальше. А вон она там все передает людям. Это представьте. Как во всей стране. Это нам на счет колебания дает. Поэтому убрать. Понятно? И с их стороны делается понятно. С их стороны. Да как я это слышал. Я тебе говорю пример. Какой может быть. А почему? Он мне уже передает. Он сам прокурор сидел. Ничего не отвечал. А потом и говорит. Но я не сам же. Есть еще и выше меня. Это его слова. Отсюда я сделал вывод. И дальше картина написана нарисована. Я в краевую прокуратуру. Оттуда же не разговариваю. Оттуда. В суд подали. Они сразу отфутболили. Почему? А это не мы. Это там выше смотрят. Придет время. Это откроется. А я еще нож делаю. Я трепыхаюсь. Как лягушка в молоке. Ведешь и кусок. Масло. Масло собьется. На сегодняшний день. А собака такая. Только молимся. Ничего нельзя сделать. И молиться за нее. За Людмилу. Так что Бог укрепил ее. Вот так. Отспавлюсь за плоей судьбу. Гладший дитя Богородицу. Хрест на блаженую и премий непорочную. Слава Богу за все! Слава Богу!